В проекте бюджета на следующий год не предусмотрены средства на финансирование бесплатных завтраков и групп продленного дня. С 1 января за это будут платить родители школьников. По словам директора департамента финансов Любови Марковой, Саров единственный в регионе город, где бесплатная продленка все еще существует. Воспитатели групп продленного дня до 2019 года, я говорю про город Саров, сколько мы могли, мы их, как говорится, заработную плату воспитателям групп продленного дня платили за счет бюджета. Ну, я имею в виду субвенции, наши же региональные средства. Но когда есть приказ Министерства образования, где четко написано, что никаких воспитателей групп продленного дня не предусмотрено, их убрали, да. Такая же ситуация с бесплатными завтраками в школах. Они сохранились только в Сарове, но с 1 января, так же, как и во всей области, будут отменены. Впрочем, не для всех. В проекте бюджета предусмотрены средства на финансирование питания для отдельных категорий граждан. 3 миллиона – это субвенции на двухразовое питание ОВЗ и 11,5 – это предусматриваются расходы на питание малообеспеченным и детей из многодетных семей. Детально все 14 муниципальных программ депутаты обсудят на ближайших заседаниях комитетов. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.